Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этот раз мы посмотрим видео Фостерса о новом Иксбокс, ну а также его разберём. Как всегда, перед началом ролика попрошу поставить лайк, подписаться на канал для помощи в его развитии. Спасибо! Если быть конкретнее, то мы сегодня посмотрим видео под названием «Новый Иксбокс уже умер». Достаточно громкое название, да? И, если что, это видео от немалоизвестного блогера Фостерса, и его канал насчитывает около 800 тысяч подписчиков, что весьма весомо. Кстати, в своё время я когда-то смотрел его видюхи, поскольку он один из первых, кто начал вообще делать в РУ-сегменте видосы про консоли, и делал он это довольно-таки неплохо. Но потом у него какая-то была такая пора, что у него сосали консоли, потом сосёт ПК, это всё по кругу, вперемешку, в общем, стало немножко скучновато. И, глядя на название этого видоса, кажется, что начинается та же самая фигня. Вообще, этот видос мне скинули подписчики, сказали «Джамбо, там как бы Фостерс про Иксбокс что-то говорит, глянь». Я подумал, почему бы не глянуть? Кстати, на момент записи видео этот видос у него набрал 1700 лайков. И неужели столько людей реально думают, что новый Иксбокс уже умер? Короче, ставим лайки на этот видос, и давайте обгоним его цифру, чтобы доказать обратное. И давайте посмотрим его видео и разберём. Погнали! Товарищи, категорически вас приветствую, и сегодня вам объясню, почему новый Иксбокс серия Икс однозначно ждёт печальный конец. Мне даже кажется, что это будет последняя консоль, что выпустили Иксбокс. Ну, не зайдёт эта консоль людям, и я уверен, что на территории СНГ новый Иксбокс будут хейтить ещё больше, чем предыдущий Иксбокс Ван. Кажется, уже куда больше. Но поверьте, эта консоль точно не зайдёт. Именно на фоне того, что новый Иксбокс будет, как бы вам сказать, помягче. Говнецом именно на фоне этого PlayStation 5 очень сильно хайпанёт. Знаете, иногда не понимаю, когда человек знает что-то заведомо, знает, что и как будет, когда по факту о консолях мало что сейчас известно. И вот так вот сразу судить, что дерьмо, а что нет, ну, как минимум странно. Я бы вообще начал с самого лёгкого. Это название. Давайте, допустим, вспомним PlayStation. Не было PlayStation 1, PS2, PS3, PS4 и сейчас выходит PS5. По-моему, вполне логично. Любой, даже самый там, ну, умалишённый человек поймёт о том, что PS5 это более новая и, скорее всего, мощная современная модель, чем, допустим, PS3. Ну, любой это поймёт, даже совсем конченый дебил. Ну, тут я согласен. У Иксбокса ситуация намного сложнее. Они сначала выпустили вообще Иксбокс, потом Иксбокс 360, потом, кажется, ну, наверное, будет Иксбокс 720. Нет, после 360-го они выпускают Иксбокс 1, Иксбокс 1. Потом они выпускают Иксбокс S, кто не знает, у них был One S. Потом они выпустили Иксбокс X, это тот, что был мощный. И сейчас они выпускают опять Иксбокс X, только это уже серия X. То есть до этого был One X, теперь они выпускают как бы тоже Иксбокс X, но уже серия X. И вот мне кажется, что обычный обыватель, к сожалению, ну, может не совсем додуматься, какой из этих... немножко запутаться может. Мне кажется, Иксбоксу стоило, ну, как-то полегче, может быть, называть свои консоли. После 360-го, очевидно, было выпустить на АТ-720. Не знаю, зачем они это все придумали, но мне кажется, уже это большая ошибка. Тут я тоже отчасти согласен по поводу логичности, от того, что обычный пользователь может немножко запутаться насчет того, какой Иксбокс мощнее, какой лучше и так далее. Но дело в том, что Майкрософт всегда в своем названии кладет какую-то фишечку. Если же у Плейстейшн это 1, 2, 3, 4, 5, то у Майкрософт немножко поинтереснее. Первый Иксбокс, который оригинал, это типа оригинальный Иксбокс, типа первый. Иксбокс 360-й это некое переосмысление консоли, вокруг которой все крутится, контент, игры, видео и так далее. Иксбокс One это уже название, которое вкладывает в себя концепцию единое устройство, типа все в одном. И знаете, мне кажется, Майкрософт специально не называла свой Иксбокс по порядку, типа 1, 2, 3, 4, 5, по причине того, что когда вышел Иксбокс Ориджинал, он вышел в то время, когда появлялась Плейстейшн 2. И выпустив все к этому моменту по порядку, было бы так, что Иксбокс был 4, а Плейстейшн была бы 5. И за счет этого все бы изначально считали, что Иксбокс 4 хуже, чем Плейстейшн 5, потому что 4 меньше 5. Это может быть звучит бредово, но как бы многие так бы и подумали. Поэтому Майкрософт пошли совершенно по другому пути, и за счет названия они хотят донести смысл консоли. И как по мне, это лучше, чем называть Иксбокса по порядку, по типу был 360, стал 720, потом стал 1080. Но это немножко бредово, и вкладывая фишечку в название, это как-то даже поинтереснее. Что касаемо Иксбокс серии Икс, я тоже здесь отчасти согласен, что название, так скажем, не вау. Во-первых, его нельзя сократить, он схож с названием Иксбокс 1 Икс, но опять же, по словам Майков, в названии будет какой-то смысл. Скорее всего, мы его узнаем на официальном показе, и это будет, скорее всего, на Е3-2020. И опять же, как бы, название консоли никак не влияет дерьмо, она или нет. Короче, идем дальше. Ну, то есть, вот даже я, человек, что этим интересуется, я путаю название нового Иксбокса. То есть, серия Икс, Иксбокс Икс, Иксбокс С. В общем, ну, реально лютая дичь. Вот тут, на самом деле, странно. Когда человек разбирается, следит за новостями, он никогда не перепутывает Иксбокс 1 от Иксбокс серии Икс, поскольку он знает, что Иксбокс 1 это восьмое поколение, Иксбокс серии Икс это девятое поколение. А дополнение типа S, X, Pro, это как бы есть уплойки, и в этом нет ничего такого. Ну, на самом деле, это вообще все фигня, и давайте забудем о названии, потому что это все мелочи. Я тут послушал интервью Фила Спенсера, кто не знает, это глава Иксбокса, так сказать, начальник, бигбосс всего вот этого заведения, и он заявил о том, что не стоит вот этот новый Иксбокс, Иксбокс серии 6, даже сам забываю название, воспринимать именно как обычную привычную консоль. То, что это скорее все-таки как маленький ПК с урезанным функционалом Windows 10. Я слежу как бы за такими новостями, за интервью Филом Спенсера, но я нигде такого не видел. Если вы вдруг увидели такую статью, где Фил сказал, что это урезанный ПК, то скиньте, пожалуйста, в комментариях. Поскольку я очень сомневаюсь, что Фил когда-то сказал, что Иксбокс это урезанный ПК. Он там, в общем, начал такие басни плести о том, что там экосистема Windows 10, Xbox, они там совместимы, 5 и 10. В общем, если в двух словах, то он сказал о том, что пацаны, на Иксбоксе никогда эксклюзивов не будет. Все, что выходит на Иксбокс, будет выходить одновременно и на ПК. Вообще все. То есть даже главный там довод по отношению к PlayStation, это подписка Game Pass. Это, кстати, довольно прикольная вещь. Она уже есть и на ПК, и будет дальше на ПК. То есть Иксбокс это, ну вот прямым контекстом тебе говорят, чувак, Иксбокс это урезанный ПК на Windows 10. Насчет паса, да, он действительно есть на ПК, и он есть уже давно. И подписка на компьютер и на консоли, она все-таки отличается. Да, там будут все эксклюзивы майков, они будут там с даты релизов. Если что, такая канитель уже идет как полтора-два года, если кто не знал. И как бы Иксбокс Ванн даже в данный момент не особо по этому поводу засирает, поскольку все привыкли, и просто все играют на том устройстве, которым хотят, и получают от игры удовольствие, что, собственно, самое главное. Насчет игр в подписке на консоли, подписка выглядит весьма выгоднее и интереснее, поскольку там намного больше крупных проектов. Если же в этом месяце на Иксбокс раздали последним Вольфенштейн и последнюю Фантазию, не помню какую часть, то на ПК там раздали такое себе, и так раздуют практически всегда. И как бы в этом нет ничего плохого, что подписка существует и на ПК, и на Иксбокс. И я тут так, знаете, подумал, 2 плюс 2, я вот решил посчитать, 2 плюс 2. Как бы 4, но вот в случае с Иксбоксом получается 5, потому что у меня немножко не складывается пазл в голове. Новые консоли будут стоить от 500 до 600 евриков. Кто не знает, это случилось, потому что наконец-то в консоли поставят адекватное железо, там даже SSD поставят. Это клево на самом деле. Давно надо было это сделать. Так вот, 500-600 евриков за новое поколение консолей. То есть в нашем случае у нас в СНГ Иксбокс будет стоить там 45-50 тысяч. Я вот думаю, насколько надо быть умалишенным, чтобы за полтос купить урезанный ПК на Windows 10. Вот насколько надо быть дебилом. Лично я собираюсь переходить на Нэксген, брать новый Иксбокс. И, видимо, я все-таки дебил. Но насколько я дебил, сказать очень сложно. Давайте немножко посмотрим дальше, и я дам свое пояснение. Потому что очевидно, что за 50, за 50 там 5, 60 тысяч можно купить охрененный комп, что будет, ну, выполнять все те же самые задачи, что Иксбокс. То есть в плане гейминга они будут абсолютно идентичны, но при этом у него будет намного больше функций. Ты можешь стримить, монтировать видео, вычислять, заниматься майнингом, работать, учиться и так далее. Все, что угодно делать на этом компьютере. Если занимаешься майнингом. За плюс-минус те же самые деньги. И по геймингу ты получаешь то же самое. Нахрена, блядь, нужен Иксбокс? Я не понимаю. Я вот так буквально за 5 минут прикинул, типа сейчас за 55 тысяч, вот прямо сейчас, приди в магазин. Ты можешь купить себе Rezane 2700. Это 8 ядер, 16 потоков. 16 гигабайт оперативной памяти. Быстрейший M.2 SSD и видюха 2070. Что и Full HD выдает кучу FPS, и в 2К, и даже 4К тянет. Зачем? Зачем нужен Иксбокс? Когда очевидно, что легче купить ПК, получить все то же самое, плюс за эти деньги, у тебя намного больше функций будет. Вот теперь, я думаю, можно все-таки объяснить. По факту он прав, что ПК это все-таки многофункциональная вещь, и ее можно собрать все-таки за плюс-минус такую же сумму. Только он не учел, что нужно покупать корпус, блок питания, монитор, мышку и так далее. Но это не важно. Тут самое главное то, что вы все-таки реально сможете играть во все игры, которые будут на Иксбоксе, на своем ПК. И тут, в принципе, я не спорю. Но дело в том, что консоли, и в том числе Иксбокс, созданы для тех, кто не любит во всем этом копаться. Так скажем, для ленивых. Я знаю, что Тоха больше склонен к ПК, и ему нравится во всем этом ковыряться, считать там FPS и так далее. В этом нет ничего плохого. Но дело в том, что это любят не все. Лично я это ненавижу, я ленив и не разбираюсь в ПК. И чтобы просто запустить какую-либо игру, у меня может просто возникнуть кучу проблем. И такие вот проблемы, они могут возникнуть даже тогда, когда все куплено официально и не скачано с торрента. С играми на ПК реально может быть много проблем, особенно с теми, которые скачаны с Microsoft Store. Ну, так скажем, игры от Иксбокса. Та же гирза. Я вам недавно рассказывал историю, как я не мог запустить гирзу, поскольку там вылезала какая-то там ошибка, и я искал полдня решения проблемы. Тоже метро я недавно не смог запустить, поскольку Microsoft Store заглючил, и в итоге он просто не докачал эту игру. К примеру, та же Forza, лично у моего брата на ПК, она просто так вылетает, вот просто рандомно и случайно. И как это решить, вообще без понятия. У кого-то вообще игры не скачиваются, у кого-то это все лагает, выкидывает, но, короче, реально проблем много. И тот же Иксбокс создан для того, чтобы таких проблем не возникало, и чтоб никто вот по этому поводу не парился. Еще один плюс в пользу консоли, это то, что когда ты покупаешь игру, ты не паришься, пойдет она у тебя или нет. Ты купил, и точно знаешь, что новиночка пойдет, она пойдет отлично, и все новинки будут тянуться на протяжении 7 лет. Плюс в консольных версиях игр намного лучше оптимизация. Да, меня ПКшники могут обосрать в комментах, что это не так, но это все-таки так. Вспомните того же Бэтмена. Насколько я знаю, на ПК он был просто по-уродски сделан, его даже сняли с продажи. Вспомните тот же Red Dead на старте, в котором также были проблемы. И покупая консоль, в том числе Иксбокс, ты, по сути, таких вот проблем не видишь. Да, у консоли тоже бывают всякие проблемы, но не решается там простой перезагрузкой или там путем нажатия двух кнопок. Да, новый Иксбокс может быть урезанным ПК, поскольку там будут игры доступны на ПК, но люди будут платить за комфорт, чтобы не париться насчет этих проблем. Как по мне, для этого консоли создавались. То есть я, допустим, да, вот я ПК-боярин, но я понимаю, ну, суть существования PlayStation 5. Допустим, PS5 сейчас выйдет, и через несколько лет на ней, ну, появится некое количество эксклюзивов. Может быть, там, один или два, там, бездатных эксклюзивов точно будет. Эксклюзивы — это реально довод в пользу покупки консолей. Я с этим не спорю. Я согласен. Но когда этих эксклюзивов нет, и те в целом говорят о том, что Иксбокс — это как урезанный маленький ПК, ну, нахрена он нужен, тем более за такие деньги. То есть я, допустим, вижу смысл в покупке ПК, для того, чтобы выполнять все, там, задачи, заниматься каким-то геймингом, и купить, допустим, PS5. Через несколько лет, когда она станет дешевле, для, допустим, тех же самых эксклюзивов. В этом я вижу смысл. Я не вижу смысл покупать, допустим, ПК и Иксбокс. Ну, типа, а зачем? Это одно и то же абсолютно. Насчет вкусов спорить нет смысла, поскольку каждый покупает то, что нравится. И лично у меня на данный момент есть и ПК, и Иксбокс. И в данный момент я работаю на ПК, а играю я на Иксбоксе. И с выходом нового Иксбокса, скорее всего, эта тенденция продолжится. Когда я был подростком, я тоже предпочтение давал многофункциональным вещам. Типа, зачем мне фотик, если у меня есть смартфон? Но потом я понял, что некоторые вещи удобнее и прикольнее делать на специализированных устройствах. Простой пример. Как бы ни была хороша камера айфонов, все равно для профессиональных фотографий берут зеркалку и крутой объектив. Опять же, каждому свое. Но лично я, опять же, отдаю предпочтение Иксбоксу, поскольку я без проблем и с комфортом могу поиграть в свои любимые игры. И, по сути, уже давно идет тенденция, что даже нынешний Иксбокс это урезанный пока, по словам Антона, так как все-таки игры, которые доступны на Иксбоксе, есть и на ПК. Но я вам скажу, что даже несмотря на это, многие смотрят сейчас на Иксбокс намного лучше, чем смотрели тогда, когда у него были эксклюзивы. И с учетом нынешней политики Microsoft, почему-то даже нынешний Иксбокс берут все чаще и больше, поскольку они знают, что игра пойдет, игра пойдет без каких-либо проблем, и та же Икс-версия покажет хороший результат в плане графики. И у меня как минимум три ПК-боярина перешли на Иксбокс, и этому рады, и их как бы не беспокоит тот факт того, что те игры, которые эксклюзивны для Иксбокса, доступны на ПК, они просто играют и радуются. Едем дальше. Что меня еще удивило в Иксбоксе Series X, так это их SSD. Они поставят внутрь кастомный SSD на 1000 гигабайт, и он будет кастомный, потому что он в пайну материнскую плату. Соответственно, поменять его нельзя, и у тебя как будет 1000 гигабайт, и вот ты с ними как хочешь, так и ебись. Вот что хочешь, то и делай. Плюс в следующем поколении консолей объемы файлов станут, ну, еще больше. То есть сейчас, допустим, та же самая Red Dead Redemption 2 весит 150 гигабайт. Это никого особо не удивляет. В следующем поколении будет 200, 250 гигабайт и так далее. И очевидно, что на 1000 гигабайт ты много всего не зальешь. И в новом поколении консоли нельзя будет как-то тоже PS4 взять там обычный жесткий диск и подключить его по USB 3.0 и получить больше объем памяти. Такого больше не будет. Это где он такое слышал? И насколько я знаю, пока официальной информации по поводу этого не было. И как по мне, это вообще фейк инфа какая-то. Xbox придумали свою фичу. У них в задней части консоли есть специальный вход для того, чтобы вставлять туда Compact Flash Express. Я уверен, что вы никогда об этом не слышали. Я тоже до этого момента не слышал. Если что, данная фотка появилась где-то месяц назад. А вот объяснение вот этого загадочного разъема появилось где-то неделю, а может быть и две назад. Но информации о том, что нельзя будет подключать внешний жесткий диск, такого не было. И если в новом Xbox действительно будет возможность подключить такую вот флешку, то это не означает, что нельзя будет подключить внешний жесткий диск. Опять же, я считаю, что нужно ждать официальной инфы и не подниковать раньше времени. И едем дальше. Но я вам на это и нужен, чтобы доносить новую инфу. Это, в общем, такая флешка. За бешеные деньги. И вот я сейчас загуглил, и за 21 тысячу можно купить 256 гигабайт. То есть за 21 тысячу. Это бешеные деньги. И я не понимаю, на кого это нацелет. Nokia, невозможно, подешевеет там через несколько лет. Но это в любом случае очень много. Типа, чуваки, нельзя было сделать изначально адекватный SSD, чтобы каждый мог его поменять, либо как-то там докинуть и так далее. Потому что, допустим, в компьютере за там 16 тысяч можно купить уже 2 терабайта M.2 SSD. Тут для Xbox у тебя за 21 тысячу 250 гигабайт. Ты такой, что, блядь, пацаны? Вы что, блядь, сумасшедшие или что? На кого это? Ну, для кого это? Объясните мне. Знаете, на самом деле, я не очень понимаю бомбежа на этот счет. И не очень понимаю, почему он уверен, что там будет только 1 терабайт, комплект только на 1 терабайт. И то, что там нельзя будет расширять память при помощи внешнего жесткого диска. Да, 1 терабайт в следующем поколении это, возможно, немного, поскольку сейчас игры уже весят достаточно много. Но этого должно хватать, чтобы как минимум уместить хотя бы 5 крупных игр. Лично я все еще умещаюсь в 500 гигабайт, даже в 300, поскольку в консолях доступен неполный объем памяти. И знаете, как-то расширять память я не планирую, поскольку я играю в 2-3 игры, этого мне достаточно, и я не играю абсолютно во все игры сразу. И если я хочу скачать какую-то игру, а памяти нет, то я просто удаляю ту игру, в которую не играю, и скачиваю новую. Как по мне, это логично и экономно. У тех, у кого интернета нет, и кому нужны абсолютно все игры на борту, то да, здесь нужно расширять память. Но я больше чем уверен, что в новом Xbox все-таки можно будет присоединить внешний жесткий диск, и по-любому будут комплекты с большим объемом памяти. Поэтому данную информацию я могу отнести лишь к преждевременному бомбежу на несуществующую ситуацию. Короче, идем дальше. В общем, я, честно сказать, в Xbox вообще не понимаю, в чем его смысл. И если уж и покупать консоль, то это однозначно PS5 для тех же самых эксклюзивов. То есть самая клевая связка, это когда у тебя адекватный ПК для всего, и вот та же самая PlayStation 5 для эксклюзивов. Мне кажется, вот это вообще идеальный вариант. Xbox вот в эту цепочку, я даже не понимаю, куда его можно воткнуть. Если у тебя есть ПК, Xbox тебе уже, в принципе, не нужен. Если у тебя есть PS5, то Xbox тебе тоже как бы особо-то и не нужен, если уж честно говорить. В общем, непонятно. Мне кажется, Xbox дико зафейлится, и хейтить его будут еще больше, чем Xbox One. Ну и на этой чудесной ноте я закончу этот выпуск. Спасибо большое за внимание. Так, ну, короче, видимо, это конец. Насчет этой связки действительно есть доля правды, поскольку если у тебя есть ПК и есть PlayStation, то Xbox, по сути, немножко бессмыслен, поскольку там нет чего-то такого, за счет чего его хотелось бы купить. Опять же, при условии, если у тебя есть нормальный ПК. Но эта связка работает только при условии, если у тебя есть нормальный ПК, который тянет и потянет новинки, когда ты любишь играть на ПК и когда ты в нем, самое главное, разбираешься. Поскольку, чтобы поиграть на ПК, бывает реально кучу проблем. Насчет того, что если есть плойка, то, в принципе, Xbox не нужен. Тут я не очень согласен, поскольку в новом поколении может быть та же самая ситуация, что и сейчас. Люди прошли все эксклюзивы на плойке и просто себе купили Xbox, чтобы играть во все остальное. Поскольку там удобнее геймпады на вкус и цвет, и тем более прикольные приложения в плане экономии на игры. Плюс у Xbox есть консольные эксклюзивы, которых нет на PlayStation, и у кого нет компьютера, те хотят поиграть в Forza, Geary и так далее. И за счет той же подписки они поиграют в них практически на халяву. Поэтому при такой логике, я думаю, что Xbox в любом случае имеет смысл. Если же делать вывод о видео Фостерса, то это позиции ПК-боярина, которые любят играть на ПК, и которые не против поиграть в эксклюзивы PlayStation. Это нисколько неплохо, каждый покупает то, что ему нравится, играет на том, на чем ему больше хочется, но данные рассуждения они не для всех. Поскольку у каждого свои потребности, свои вкусы и свои ситуации. И этот видос я расценил как мини-хайп на тему того, что Xbox говно. Но у меня почему-то такое ощущение, что в новом поколении Xbox капец как выстрелит, и он точно не будет таким говном в СНГ, как был когда-то Xbox One. Поскольку майки учли свои ошибки, и они явно тебе не позволят ложенуть на старте. Да и вообще ни одну консоль нельзя назвать ни лучше, ни хуже. Поскольку везде практически все одинаково, везде есть плюсы и минусы, и каждый покупает то, что ему больше по душе. Насчет новых консолей можно лишь пока догадываться и рассуждать, поскольку официальной информации было немного, чтобы делать какие-то выводы. И если о новом Xbox хоть немножко рассказали, то плойка пятая держится капец как в секрете. И при такой ситуации сказать, что будет лучше, а что хуже, ну, тупо нельзя. Поэтому в данном случае нужно дождаться официального показа и посмотреть, что для кого будет лучше. На этом у меня в принципе все. Если понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал. Кстати, давайте все-таки обгоним эту цифру лайков и докажем, что новый Xbox все-таки не мертв. Также не забывайте писать свое мнение по этому поводу. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.